Представьте крошечную частицу, например, протон, который мчится к вашей руке со скоростью 99,99% от скорости света. Почувствуете ли вы что-то, когда он врежется в вас? Ночью 15 октября 1991 года загадочная частица промчалась через космос, неся в себе энергию целых звезд, упакованную в микроскопические атомы. Ее энергия была в 40 миллионов раз больше энергии наиболее мощных протонов, когда-либо созданных в наших наиболее продвинутых ускорителях частиц, таких как Большой Адронный Коллайдер. Более того, она была невероятно быстрой. Ее светящийся след даже превышал предел скорости частиц. По мнению некоторых ученых, любые частицы, двигающиеся с такой скоростью, должны со временем замедлиться. Но эта частица не подчинялась правилам. Она продолжала двигаться лишь немного медленнее скорости света. Ученый Джон Линсли был настолько поражен, что воскликнул «О боже мой!», когда впервые увидел эти данные. Именно так и назвали эту частицу. Частица Омай Гад. Теперь представьте обычную частицу. Например, фотон, который движется через космос рядом с этим безумным гонщиком. Частица Омай Гад обладает энергией, которая в 100 квинтиллионов раз превосходит энергию фотонов. Здесь, на Земле, фотону потребуется более 215 тысяч лет, чтобы получить даже самый малый отрыв. С точки зрения энергии он будет подобен бейсбольному мячу, брошенному со скоростью почти 97 километров в час. Так что удар по руке получится ощутимым. Но удивительно, что если на вас нацелится частица Омай Гад, вы ничего не почувствуете. Она просто пройдет через вашу руку. Она может рассеять некоторые другие частицы, но в целом воздействие будет незаметным. Причина в том, как работают космические лучи. Когда вы находитесь в космосе, вокруг вас с невероятной скоростью кружат тысячи невидимых частиц. Они подобны крошечным, наэлектризованным шарикам энергии. Эти быстрые частицы называются космическими лучами. Мы обычно сталкиваемся с последствиями их атмосферного танца на уровне моря. Большая часть космических лучей состоит из отдельных протонов с небольшим количеством более тяжелых частиц. Чем выше энергия, тем реже луч. Они приходят из разных мест Вселенной. Они бывают двух видов. Галактические и космические лучи извне нашей Солнечной системы и солнечные энергетические частицы, испускаемые Солнцем. Мы в основном защищены от них благодаря магнитному полю Земли, магнитосфере. Этот природный щит отклоняет многие заряженные частицы, включая космические лучи от нашей планеты, или направляет их к полярным регионам. И знаете, что они там вызывают? Правильно. Знаменитое прекрасное полярное сияние. Северное сияние, которое часто видят в полярных регионах Земли, вызвано путешественниками из космоса. Но это не значит, что они никогда не достигают нашей планеты. На самом деле мы окружены космическими лучами повсюду. Тысячи этих лучей танцуют вокруг нас каждую секунду. И они не просто танцуют, они ударяют нас и проходят сквозь наши тела. Однако мы ничего не чувствуем. Это потому, что несмотря на их высокую энергию, они все же супермалы и имеют низкую массу. Фактически они настолько крошечные, что часто проходят через пространство между атомами и даже внутри самих атомов с минимальным взаимодействием. Все это привело к тому, что мы и не подозревали об их существовании до начала 20 века. Давным-давно ученые обнаружили, что воздух высоко в небе подвержен ионизации. Ионизация – это процесс, при котором атомы и молекулы получают или теряют электрические заряды, превращаясь в ионы. Проще говоря, это придание нейтральному объекту, атому или молекуле, положительного или отрицательного заряда. Эти заряженные частицы способны делать интересные вещи. Например, они играют большую роль в электричестве, позволяя работать таким вещам, как лампочки и электронные устройства. Как бы то ни было, ученые хотели узнать, почему происходит ионизация. Сначала они думали, что дело в радиоактивных материалах на Земле. Но затем, в начале 19 века, пара ученых поднялись на воздушных шарах и обнаружили, что ионизация увеличивается по мере подъема. Получается, ионизация обеспечивала что-то из космоса, но не Солнце. На протяжении лет ученые узнали о ней довольно много. Например, откуда она исходит и из чего состоит. И вот так были открыты космические лучи. Таинственная частица Омай Гад, о которой мы говорили, была одним из этих космических лучей. Эту частицу обнаружила камера глаз мухи в Юте в 1991 году. По сей день она удерживает рекорд, как самый высокоэнергетический космический луч, когда-либо обнаруженный. Очевидно, это пробудило любопытство ученых. Они хотели выяснить, откуда пришла сверхзаряженная частица и как она получила такую невероятную скорость. Поэтому они решили ее исследовать. И чем больше они ее изучали, тем больше странных вещей обнаруживали. Например, они выяснили, что само время растягивается для этой частицы из-за ее невероятной скорости. Специальная теория относительности, идея, созданная Альбертом Эйнштейном, гласит, что по мере увеличения скорости происходят странные вещи. И когда вы приближаетесь к области скорости света, время начинает играть злые шутки. Например, если бы частица начала свое путешествие в месте, которое находится на удалении в полтора миллиарда световых лет, то для нее прошло бы всего около двух дней к тому моменту, когда она достигла бы Земли. С тех пор, как ученые открыли удивительную частицу Омай Гад, они обнаружили сотни схожих сверхэнергетических событий, происходящих в космосе. Но очень сложно выяснить, почему они движутся именно таким образом. У всех теорий есть свои недостатки. Одним из подозреваемых являются сверхновые – массивные звездные взрывы с магнитными полями и энергией. Однако похоже, что даже их огромная энергия недостаточна для создания частиц Омай Гад. Другим главным подозреваемым была Центавра Эй – ближайшая активная галактика. Но доказать эту теорию сложно, поскольку магнитное поле Млечного Пути изменяет траектории космических лучей. Конечно, существуют и безумные экзотические возможности. Например, топологические дефекты из-за большого взрыва или загадочное взаимодействие внутри темной материи. Ученые исследуют и такие дикие идеи. Кто знает, возможно, физика подготовила для нас очередной безумный поворот. Высокоэнергетическая астрофизика чрезвычайно полезна для изучения и понимания космических лучей. Это направление исследований, которое изучает обладающие высокой энергией объекты в космосе, такие как экстремальные космические события. Ученым важно понять, как космические лучи связаны с этими событиями. К сожалению, даже после почти 30 лет поисков истинное происхождение частиц Омайгард остается тайной. Недавние исследования могут дать нам некоторые подсказки. В огромных пустынях Юты есть обсерватория под названием Телескоп Арей. Она ищет сверхбыстрые частицы, которые называются ультравысокоэнергетическими космическими лучами. Представьте себе огромную сеть детекторов, распространенную по всей пустыне, которая круглосуточно следит за частицами. И вот что она недавно обнаружила. В созвездии Большой Медведицы есть особая область. Сначала ученые не обращали на нее большого внимания, но затем они тщательно проанализировали данные и поняли, что это важно. Это исключительная область, теплое пятно, откуда могут исходить эти космические лучи. И шанс того, что так и есть, почти стопроцентный. Звучит как скрытый источник энергии во Вселенной. Но что это за источник и почему он существует? Космические лучи интересны не только астрономам. Они также имеют земные применения. В 2017 году исследователи использовали космические лучи, чтобы обнаружить скрытое пространство в Великой пирамиде Гизы. Они использовали мионную томографию — метод, при котором космические лучи проходят сквозь твердые объекты и раскрыли секреты древнего сооружения. Ученые также используют космические лучи для изучения внутреннего строения вулканов. Метод идентичен тому, который используется для пирамид. Когда эти лучи проходят сквозь вулкан, ученые следят, как они двигаются, чтобы создать изображение того, что находится внутри. Это помогает исследователям определить расположение различных материалов в вулкане и отследить любые признаки того, что он может стать активным. Итак, чем больше мы узнаем о них, тем больше мы узнаем о тайнах нашей Вселенной. Ученым пришлось построить более совершенные детекторы, чтобы узнать больше. Благодаря новым технологиям они узнают многое очень быстро. Посмотрим, какую правду они откроют в ближайшем будущем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!